Здравствуй, дорогой друг Стало уже доброй традицией каждый воскресный день в Кстовском Болгачине освящать поклонный крест. В прошедшее воскресенье своя святыня появилась в деревне Горный Барок. Резной крест будет встречать всех на въезде в населенный пункт. Чин его освящения возглавил руководитель округа, бродерей Алексей Ёлкин. Вот уже несколько лет в Ежегородской епархии продолжается реализация проекта по обеспечению местами для молитвы каждого населенного пункта. Установка креста в Горном Барке – это очередной этап программы. Еще одно место освящено присутствием креста Господня. Дай Бог, чтобы святое распятие напоминало каждому проходящему и проезжающему этим местом о Боге, о вечности, о небе. Субтитры создавал DimaTorzok Дай Бог, чтобы святое распятие напоминало каждому проходящему и проезжающему этим местом о Боге, о вечности, о вечности, о вечности, о вечности. В конце октября Православная Церковь вспоминает святого апостола, евангелиста Луку. С подвижник апостола Петра, автор одного из четырех евангелий, он вошел в историю христианства и как первый иконописец. Авторству Луки в Русской Церкви приписывается около десяти образов Богородицы. В День памяти святого в храме города Семенова много детей. Для учеников старейшей в Нижегородской области Православной гимназии – это праздник их небесного покровителя. Службу возглавляет глава городецкой епархии Владыка Августин. Мы всеми вами и сладом, Господь, Бурейми им сердца, Благодарим Господа. Благодарим Господа. Господь, Бурей, 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 Бурей. Что ожидает от нас Господь? Мы можем знать, видим. Мы можем знать химию, биологию. Мы можем быть с вами чемпионами мира в каком-то виде спорта. Мы можем быть лауреатами Нобелевской премии, как ученых. Но если наше сердце будет грязным, тогда и душа будет грязной. В Семеновской гимназии детям стремятся дать непросто образование, но воспитать их гражданами своей страны и, главное, настоящими православными христианами. Как-то у мудни воспитанники готовились старательно. Стремились порадовать родителей хорошими оценками, а учителей – премьерным поведением. При езду правящего архиерея хор гимназии даже выучил несколько новых веснательных. Был такой драйв, и просто не хотелось наделать ошибок. Мы сначала немножко волновались, но потом взяли себя в руки и пришлось сделать ради владыки. За годы своей работы Семеновская гимназия ответила на все вызовы времени. Она получала аккредитацию и прошла всевозможные проверки. Ее ученики показывают стабильные высокие результаты в ЕГЭ. Та высокая планка, которая изначально была поставлена основателями, отцом Игорем, его помощниками, соратниками. Планка действительно была высокая. Это очень высокий уровень качественного образования и, конечно, воспитания в духе православной традиции. Мы стараемся эту планку не только не понижать, но еще и поднимать, насколько это возможно. И наши дети, в общем-то, подтверждают то, что мы, ну, наверное, можно так дерзко сказать, на правильном пути. Потому что из 45 выпускников за последние 6 лет из гимназии вышло 11 медалистов. Они все очень успешно учатся в очень хороших вузах или колледжах нашей России. Впереди у ребят целый учебный год. Пожелаем им, чтобы будни в гимназических классах приносили только радость. В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины. Но перед серьезными соревнованиями даже им нужна поддержка. Воспитанники хоккейного клуба «Кистова» свою спортивную карьеру еще только начинают. На предстоящий сезон их благословляет священник. Мы сегодня совершили общую соборную молитву с юными хоккеистами. Попросили вместе Господа Бога о помощи благословения и покровительства. И сегодня на нашей молитве присутствовали и тренерский штаб, и дети, и родители, и духовенство. И это, конечно, радует. Радует от понимания и осознания того, что русские люди, русский человек все больше укрепляется в мысли и понимании того, что Бог нам нужен. С Божьей помощью к новым достижениям. Юные хоккеисты и их тренеры уверены, что совместная молитва только на пользу. Большое спасибо, что батюшки откликнулись на нашу просьбу провести это мероприятие. Потому что сезон всегда приятно начинать с таких хороших эмоций, чтобы ребята воспитывались не только умственно, физически, но и духовно. Я думаю, в сезоне нам это мероприятие поможет. Пожелаем им и удачи кстовской ледовой дружине. Это интернет-страничка кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Ирина спрашивает, правда ли, что умершего от алкогольной зависимости человека можно поминать только в домашней молитве. Дорогие братья и сестры, сам факт того, что человек умер от алкогольной зависимости или от отравления алкоголем, рисует для нас довольно-таки печальную картину. Мы понимаем, что переход в вечность – это очень важное, серьезное событие. И для нас крайне важно, чтобы наши сродники, друзья и знакомые уходили в вечность более чем достойно и подготовленные к этому. Когда же человек уходит в вечность в состоянии алкогольного опьянения, конечно, для души это мало приятного, ибо человек уходит в вечность совершенно к этому не готовым. Более того, может уйти в вечность, находясь со злобой на сердце, с обидой на кого-то, без покаяния, что для нас является самым трагическим и самым тяжелым. Но мы уповаем на милость Божию, и поэтому имеем возможность непрестанно возносить свои святые молитвы за души усопших наших сродников, ожидая от Бога прощения, человеколюбия и милости. Если наши сродники умерли от алкогольной зависимости или от отравления алкоголем, обязательно необходимо перед назначением отпевания проконсультироваться со священником, потому что в подобных случаях могут возникнуть определенные преграды для совершения отпевания. Вопрос очень-очень серьезный, вопрос, который привносит в наши сердца порой очень много переживаний, душевных терзаний и печалей. Поэтому, конечно, хотелось бы обратиться ко всем нам, дорогие братья и сестры, быть осторожнее, внимательнее к своей душе, переживать за свою душу, оберегать ее, беспокоиться о вечности, чтобы, если, когда Господь исподобит нас переступить порог смертный, мы ушли бы в вечность, достойно подготовленные к этому, и уж никак в состоянии алкогольного опьянения или, быть может, при каких-то иных обстоятельствах, когда смерть посещает нас внезапно. Спаси и сохрани нас, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok